Снова всем welcome, это снова я. Сегодня у нас прекрасный день, солнечная погода. Декабрь, конец декабря точнее. В принципе на улице около 20 градусов тепла, может быть 18. Здесь вот неплохой такой пруд нашел с уточками. В Японии в принципе много очень хороших мест, где можно отдохнуть, поснимать вот так вот. Единственное, только забором ограждено, конечно, это минус. Но зато с той стороны вот есть парк неплохой. Так, ну, в общем, я тут решил немного проехаться и рассказать заключительную часть про квартиры. Про выбор квартиры в Японии. А также, что для этого требуется и, скажем так, какие документы. То есть в первых двух частях я в принципе основную часть рассказал, на что обращать внимание. Как выбирать и какие квартиры считаются лучшими в Би-Поинт, какие квартиры так себе. То есть вот так же про год квартиры рассказал и про стоимость. Вот, значит, в заключительной части я хотел бы рассказать про то, что требуется. А именно, какие документы требуются, какие фирмы лучше обращаться. И что делать, если, к примеру, вам отказали в выдаче квартиры, то есть даже в съеме квартиры. То есть, так вот, значит, в принципе, если вы только приехали в Японию и вы студент, вам спокойно могут отказать в выдаче квартиры. То есть, это нормально. Не стоит, ну, как говорится, обижаться или там акцентировать на этом внимание. Да, это вполне возможно, потому что японцы считают, что если вы студенты, не прожили здесь, ну, как минимум полгода, то вы ненадежный человек. Ему можете уехать в любое время, потому что, ну, как бы, вы не несете никакой ответственности. За вас гарантом выступает школа, и поэтому, как бы, вы спокойно, скажем так, без каких-либо обязательств можете срулить и за квартиру не будете платить. Так вот, они, чтобы фирмы, которые сдают в наем квартиры, чтобы себя обезопасить, они предлагают вам, то есть, найти гаранта. По-японски это хо-шо-нин. Вот. Если вы находите гаранта, вот, то все нормально. Но при этом условие такое, что гарантом должен быть японец. Желательно японец. Даже если это будет, скажем так, иностранец с иджикеном, то есть, с постоянной визой, он может быть не принят как гарант. И японцы это акцентируют на этом внимание. Поэтому желательно найти себе друга или подругу, или же по работе, если вы там подрабатываете где-то, или еще где-то, японца. И попросить его быть вашим гарантом. Вот. Если он согласился, вот, если он вам доверяет, то, в принципе, все нормально. Если же он не согласился, он вам не доверяет, то, в этом случае вам придется найти другой вариант. Другой вариант это фирмы, которые могут выступать гарантом. Данные фирмы берут за эту услугу небольшую плату. Порядка 40 тысяч иен. Если вы оплачиваете эти деньги им, то они могут выступить за вас гарантом. И в случае чего, то есть, они просто, как говорится, если вы уехали и за квартиру не заплатили, они просто аннулируют ваш контракт и все. Вот. С квартирой и все как бы нормально. То есть, ну, риелторские конторы уже, ну, как бы умеют работать с данными фирмами. У них уже все это налажено. И во многих риелторских конторах есть даже, скажем так, рекомендации, ну, для этих фирм гарантов. То есть, если вы, например, новый человек, у вас никого нет, знакомых, из друзей, и вы пришли в риелторскую фирму, вы спрашиваете там, гарант, а хочу там, типа, найти фирму или гаранта. Ну, у меня нет возможности. Они говорят, ну, у нас есть на примете, мы можем вам помочь. И все. И они вам находят. Вот. Естественно, за это придется заплатить 40-50 тысяч. Ну, так. Это первое. Второе, что требует. Желательно иметь визу. Визу сроком действия хотя бы на год. Хотя бы на год. А лучше на два. То есть, если вы приехали по долгосрочной программе, у вас, ну, на учебу, то у вас больше шансов найти квартиру, чем если вы приехали по короткосрочной программе, то на полгода. Вот. Так как виза на два года, если вам выдается, например, или на там год и пять, это пол, как сказать, и шесть месяцев, год и восемь месяцев, там есть разные визы. Вот. То есть, они выгоднее. Поэтому старайтесь приезжать на долгосрочные программы сразу и не, скажем так, не заморачиваться с этими обменами, обновлениями виз в процессе учебы. То есть, виза нужна как минимум на год. Далее. Вам нужны документы. То есть, там, ваш паспорт, вот эта карточка иностранца, мобильный телефон, японский, естественно, номер. Далее. Нужен... Кто там еще? А, ну, конечно же, Инкан. Там, это печать нужна. Как вот, то есть, если вы оформляете в банке карточку, карточку, то вам нужна печать. То есть, соответственно, и тут, при снятии квартиры, вам тоже нужна печать. Вот. Это там, ну, должно быть написано ваше имя. Там на... На катакане или же на иероглифах Каньжи. Вот. Что еще? Что еще? А, ну, естественно, карточка банковская, то есть, в которой вам будет... У вас будут списываться деньги. То есть, чтобы вам не ходить каждый раз, не платить в эту риелторскую контору за квартиру, то... Или там даже этому хозяину дома, чтобы вам не ходить платить каждый раз, то лучше сделать карточку банковскую и уже по этой карточке, то есть, настроить там перечисление, ежемесячно у вас будет там сниматься оттуда стоимость за квартиру. Ну вот. В принципе, все, что необходимо для снятия квартиры. Когда вы будете снимать квартиру, да, обязательно пригласите с собой человека, хорошо знающего японский язык. Вот. Чтобы он прочитал договор о найме, это аренды квартиры, и вам сказал, что все ли в порядке там или же нет. Потому что, как... Ну, я, конечно, не сталкивался со случаем обмана и так далее, то есть, со стороны риелторских фирм. Но! На всякий случай лучше пригласить, и чтобы он вам помог. Если у вас ваш уровень японского слабый, он вам поможет перевести, расскажет, какие нюансы там есть, расскажет, что... что есть из плюсов там, каких там бонусов, или же там, какие пени, штрафы за... ну, как сказать... за отмену контракта, вот, и так далее. Все это он должен вам рассказать. Вот. И поэтому найдите человека, хорошо знающего японский язык, и попросите его один день на время, когда вы будете оформлять документы на съемку квартиры, помочь вам с переводом. Ну, вот, в принципе, и все. Это основные моменты. Все, что требуется для снятия квартиры в Японии. Поэтому, как бы, смотрите сами, думайте сами, если у вас какие... ну, остались какие-либо вопросы, задавать их в комментариях. Вот. Ну, а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дэн. До новых встреч!